будет у нас распаковочка вот честно насмотрелась у оксана агаповой на леди мармелад и прям заболела красота но это мы сейчас с вами рассмотрим давайте распакуем посмотрим для нас а листик туалет лепесточек для нас важно посмотреть на розетку и на корни прежде всего ехала на ко мне с москвы до питера и и задержали стек задержал дня на 2 так бы она приехала за 2 ехала дня 4 также видите ничто никогда не вывалится это стопроцентно цветочки я очень хотела чармер но мне кажется что это чармер в принципе есть по листикам листика правда более кругленькие в общем такие либо чармер либо очень похожи софт назвали его так я сейчас не могу вам сказать напишу прекрасно так мне захотелось какой-то такой классики классики давайте посмотрим корешочки и все все отлично отлично вообще все супер так и все так и вот эти цветоносики, вот видите, это какие-то цветы мяты, меня все время спрашивают, как вам не жалко, да вообще не жалко, посмотрите на эти цветы, это не уровень вообще просто абсолютно любования цветения, потому что они все помяты, какие-то бутончики, вот видите, здесь какая-то травма после переезда и все в этом духе, на что тут любоваться, я их отрезала, зато все, теперь они будут отдыхать, орхидейки, быстро пойдут в рост и скорее всего к зиме уже опять зацветут, посмотрю, как я захочу, чтобы они процвели, не захочу, но состояние их здоровья, так скажем, как они пойдут в рост, здесь посмотрите, зато теперь у нас вот эти палки, палки, конечно, я никогда не выкидываю, их оставляю, их промываю сначала и потом я ими пользуюсь, прищепки вот эти, в общем, короче, все нужные атрибуты всегда, все это я оставляю красивые, поставлю их в вазу и тоже опять-таки цветы я ставлю в вазу подальше от всех остальных растений, потому что вот здесь вот в этих бутончиках, в этих цветочках, очень любят делать вкладки всякие разные насекомые, нам это абсолютно не интересно, я не хочу, чтобы из бутончика вышел какой-нибудь монстр и сожрал всю мою коллекцию, так что нет, конечно же, это будет отдельно, их лучше, конечно, вообще выкинуть эти цветоносы, многие девочки, у кого уже такая прям богатая коллекция, классная, они их выкидывают, ну, у меня далеко очень вот это помещение, где у меня будет стоять этот букетик от других орхидеек, так что, в принципе, я ставлю, но леди мармелад, посмотрите, она такая нежная, пастельная, на самом деле, какую-то мармеладку, мне напоминает, полупрозрачная какая-то, вот она глубокая, красавица, да, в общем, вот такой вот мне необычный букетик получился, все-таки на чармера это очень похоже, очень, правда, по листу, не знаю, вот, у кого есть чармер, может быть, напишите мне в комментариях, видите, эти все-таки более вытянутые листики, насколько я знаю, у чармера более кругленькие, и кончик у него такой заостренный, у чармера кругленький, ну, в принципе, цветы ничем не уступают, тоже он очень красивый, может быть, он будет менее вредный сорт, чем чармер, потому что чармер такой любитель, у них шеи, да, какие-то там тоже иногда бывают приключения, насколько я знаю, в общем, вот такая вот красота, ну, а леди мармелад, моя давняя хотелка, давняя любовь, теперь тоже у меня есть в коллекции, в общем, крупные, большие растюшки, постоят тут месяц, сегодня я их поливать не буду, ну, или хотя бы несколько часов после того, как они приедут, я их поливать не буду трогать, потому что я не хочу, ну, в общем, я хочу, чтобы они постепенно так привыкали, все-таки они не в машине ехали, а к СДКу, и завтра уже их полью, они должны привыкнуть не только к, ну, прийти и сразу же политься, и все будет хорошо, им нужно постепенное привыкание и к освещению, и к влажности, и, в принципе, они только вышли из этих коробок, здесь у меня 22,8, 54 влажность, они только-только вышли из этих коробок, конечно же, им хочется немножко отдохнуть, просто чтобы их не трогали, и вот продолжение, но новиночек, новых покупок именно от Зибо, еще я приобрела по скидке, у нее перед орхидеумом была распродажа орхидей, но я, как всегда, ничего не успела, уже все-все расхватали, вдруг до меня дошло, и я хоть что-то, знаете, ухватила хоть что-то, называется, ну, такое хоть что-то неплохое, это у меня сан шаур, называется, орхидейка, это желтая крупноцветковая бабочка, на нее была скидка 40%, и вот я ее приобрела, ухватила, тоже она ко мне приехала по СДКу, приехала она намного позже, чем вот эти предыдущие орхидейки, которые я вам показывала, которые Чармер и Леди Мармелад, они здесь стоят, сейчас покажу, прошло около трех недель, как они себя чувствуют, заодно вам покажу, вот, так что вот это приехало несколько дней назад, бабочка желтая крупноцветковая, ну, такая лимонно-желтого цвета, мне хотелось такую, знаете, бабочку, которая, ну, одноцветная, как фоновая такая, очень я люблю белые и желтые, потому что они очень хорошо теняют всякие пестрящие такие вот орхидейки, и на полочке очень органично все это смотрится, вот, и еще одна, тоже со скидкой, где-то, наверное, процентов 50-40 на нее, наверное, было, в хорошем состоянии, написано «Арома бабочка», но так как лист не в краб, и я понимаю, что это не та арома, как обычно, да, бабочка-аромат, ну, не фабрика, что-то другое, но состояние меня полностью устраивает, за 1600 я взяла ее, посмотрим, заодно сюрприз, как я люблю, будет сюрпризик, что же это распустится, и сейчас вам сразу покажу те орхидейки, которые мы с вами распаковывали, потому что долгое время не снимала, и как раз они здесь уже у меня на карантинном столике, подоконники адаптировались, так, эти я вам покажу в следующем видео, тоже распаковочки, новиночки, так, вот первая орхидея, леди мармелад, давайте посмотрим, как она себя чувствует, видите, они здесь так у меня стоят, я их уже три раза обработала от вредителей, ну, думаю, пускай еще постоят, они тут так хорошо выстроились, не понесу пока в основную коллекцию, месяца точно должны они тут как бы выдержать карантин, вот в таком вот состоянии, видите, уже раскуклились нижние корешочки, не трогала, и там уже новый листик начинает лезть, обрезала, видите, я титаноз, и она пошла в рост, но не очень быстро, хочу вам сказать, обычно все это быстрее происходит, может быть из-за того, что у меня здесь нет лампы, это северная сторона, и я лампу отсюда унесла на другой стеллаж, и здесь мне нужно, в общем, здесь без ламп, они у меня на карантине стоят перед окном, но без лампы, открутила я вот с этой вот своей стоечки лампу и убрала, и вот, смотрите, успела пересадить орхидею, которая типа как чармер, потому что у меня будет видео тоже по пересадке, там у меня вон в монтаже как раз, в общем, я ее взяла за верхнюю, ну, короче, за зелень, хотела полить, вытащила, и она вместе с корнями вышла у меня из транспортировочного горшочка, и, в общем, получилось так, что я думаю, что уже, и пересажу, вот я ее пересадила, она у меня адаптируется, пересадила, наверное, недельку назад, ну, все хорошо, видите, тургор очень хороший, орхидеи, вот, они себя хорошо чувствуют, тургор прекрасный, что у пересаженной, что у не пересаженной, в общем, все прекрасно, и, видите, орхидеи-то много, в следующих видео покажу вам распаковку остальных орхидеек, потому что на венок у меня так прилично, перед зимой, да, затарилась, зимой это я вообще не буду уже ничего покупать, сразу могу сказать, что все орхидеи, которые я приобретала прошлой зимой с этими вот на грани вообще нуля, они ко мне приезжали, они все страдают до сих пор, через какое-то время все равно на шее какие-то стали появляться проблемы, это из-за транспортировки, вот эти зимние все пересылы, нет, 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 вот сейчас я затарилась, зимой как-то я возьму паузу, все, будем выращивать, растить корни и листья, не будем больше, не буду я больше так рисковать, потому что орхидеи недешевые беру, ну и как бы, знаете, вот такой риск, зачем это надо, ну все, давайте пока, увидимся в следующих видео, надеюсь, не будет у меня такой уже длительной паузы между видео, ну, сами понимаете, сентябрь, начало года было не до съемок, настраиваемся на нужный лад и вперед погнали! Субтитры сделал DimaTorzok